Вставай Ну вот, Женька, Женьки, нос почесала. Я, понимаешь, уже не нос чешу, а весок. Женька, знаешь, у меня сегодня поистине доброе утро. А почему? Потому что я вижу твой лик прекрасный. Спасибо, дорогой, что ты. Ты даришь мне свою... Спасибо, что ты так искренне говоришь. Это утром с красными глазами, улыбаясь мне. Друзья мои, доброе утро. Доброе утро, наш любимый и самый родной Казахстан. Я надеюсь, это утро будет добрым, потому что мы в том же составе, в том же составе будильника все же позитив. Женя Тайан, я думаю, что он и пандой, и все наше зверье, я думаю, что и не изменится наш состав. Жень, знаешь, я хочу тебе задать вопрос. Ну-ка. Ты знала, что ты будешь телеведущей, да? С юношества, с тинейдерства, да? С юношества, особенно. И смотри, ты все-таки думала о каком-нибудь образе амплуа? Потому что я считаю, что у каждого артиста или ведущего должна быть своя фишка какая-то в образе. Ты знаешь, когда я начинала на телевидении, я была еще блондинкой. И хотелось мне почему-то вот по моему характеру быть такой вот кипишной, буйной какой-то вот. Наверное, от тебя кипиш и шло, да? Поэтому отсюда пошел по связанию кипиш. Но со временем я понимала, что я расту и мне нужно как-то все равно меняться. И мне пришлось там перекраситься, еще несколько изменений там нести. Но кипиш-то остался, понимаешь? Кипиш остался, да. Кипиш остался внутри. И вот я сегодня хочу с тобой поговорить, как все-таки меняются наши звезды, какие амплуа они себе выбирают. И как все-таки остановиться на нужном. Да. И как все-таки найти... Или все-таки на прибыльном. Или может быть на прибыльном. Вот сегодня мы это и узнаем, друзья. Просыпайтесь вместе с нами. Это утреннее шоу Будильники. Разбудим всех абсолютно и каждого. Ну и конечно же уже по старой нашей доброй традиции. Начинаем мы с клипа. С дыханием природы вставай, вставай. Доброе утро, Казахстан. Спанч Боб и Панда вас приветствуют. Потому что сегодня мы вас будем будить. Но не только мы. Потому что в нашей студии уже появился... Замечательный гость. Появился замечательный гость. Не буду. Я хотела уже рассказать. Вообще появилась замечательная гостья. Замечательная певица Азалия. Доброе утро. Доброе утро. Как сегодня ваше утро началось? Ой, утро сегодня началось вообще прекрасно. Обычно я приезжаю домой поздно. А сегодня, получается, я приехала в час. Проснулась в 7 утра. Попила кофе. Как обычно умылась. Вот. И набралась позитивчика, чтобы прийти к вам. Спасибо. Это значит в час ночи для вас не поздно? Нет. Для меня вообще всегда не поздно. Потому что, ну как вам сказать, я много работаю. Угу. Я приезжаю, ну, самое ранее, наверное, в 4-5. Ничего себе. В 4-5? Ну. И вот во сколько надо просыпаться для того, чтобы выспаться? Чтобы сохранять позитив на везде. Я, тем не менее, просыпаюсь в 7-8. То есть в 5 легли, в 7 проснулись? Конечно. Отлично. Вот бы нам. Если я лягу в 5, это вот до 3-х меня не ждите. До 2-х, до часа не ждите. Но все-таки вот утро кофе варите или пользуете? Разводной. Естественно. Нет. Кофе варю. Я кофе варю вообще. Утром я предпочитаю кофе. Правда, только один бокал. Правильно. Сережка вот сегодня сварил нам кофе. 10 уже выпил. А скажите, завтракаете вы как? Завтракаю овсянку. Овсянку все-таки, да? Все-таки за здоровый образ жизни все, да? Или можно там иногда и бутерброд там с колбасой? Нет, нет. Я же за фигурой слежу. Вы все-таки следите за фигурой, да? Конечно. Я же с тренажерного зала не во властью. Очень. Я обожаю заниматься спортом, то есть фитнесом. Вот. Я в фитнес-клубе провожу, в 5 прихожу, в 9-10 я буду ухожу. 4 часа? Да. А что можно делать? Вы скажите просто… Я полтора часа занимаюсь фитнесом. Так. То есть силовыми какими-то. Вот. Затем где-то полтора часа я бегаю. Полтора часа? Бегаю. Затем я спускаюсь в бассейн и плаваю. Мне кажется, с такими физическими нагрузками можно себе борща сварить в кастрюлю и можно спокойно есть. Не соблюдать диету. Да, и не надо никакую овсянку и все. Нет, нет. Просто нужно питаться, здоровое питание. Здоровое питание. Вы только что, да? Я, кстати, не ем. Угу. Я супы не ем. Ага. Если я… Да, конечно, иногда хочется поесть суп, я готовлю так. Овощи. Угу. Только овощи. Без соли, без… Я вот боюсь спросить, вы вегетарианка? Нет, нет, нет. Я ем мясо. Шашлычок, то есть? Нет, шашлычок бывает, конечно, так по праздникам курицу. Курицу? Да, курицу. Ну, замечательно. А все-таки, как относитесь к интернету? Там… Зависимы от соцсетей? Поклонники? Нет, я независима вообще. Вот, если вам сказать честно, я только недавно вообще стала… Столкнулись с этим, да? Да, столкнулись с этим. Столкнулись с этим, да? Да, до этого я вообще как-то не знаю… Счастливый человек все-таки. Действительно, не говори. Просто очень много времени проводишь, мне кажется, люди, которые проводят в интернете, очень много времени отнимают, и мне легче… Мне лучше пойти в спортзал, да, и заняться… Четыре часа там, да? Кстати, между прочим, расскажу такую историю, я как-то засиживалась в интернете, уже сижу два часа, уже третий час пошел. Думаю, так, ну все, думаю, сейчас… Вот сейчас, думаю, пять минут, и все. Встану и пойду. Какой-то еще на час. И я понимаю, что вот эти три часа я могла бы потратить на себя, да, могла бы там поизучать язык какой-нибудь, могла бы почитать книгу, могла бы что-то для себя сделать, но этот интернет, и все. Ну, вот все же, да, вы недавно… Ну, мне жалко, конечно, интернет, столько времени убивать. Действительно. А что там вообще можно делать? А вот вы недавно появились, да, в соцсетях, где вас можно найти? В Инстаграме, ВКонтакте, но ВКонтакте в основном не я сижу. Значит, сидит ваш директор, да? Да, директор. Я захожу вообще редко, просто так, для интереса. В Инстаграме вы? В Инстаграме, да. В общем, очень много дел других интересных, чем… Например? Например, занятия в тренажерном зале, например, уроки по вокалу, например, выступления. Конечно, танцы, выступления. И у нас клипы на лучшем музыкальном, я к этому клоню. Я к тому говорю, что зале очень поменялось, кардинально изменилось буквально. Как это ей удалось? Мы узнаем. И что это послужило, мы узнаем сразу же после клипа на лучшем музыкальном. Друзья, просыпайтесь вместе с нами, это утреннее шоу в будильнике. Сердж Спуздив, Женя Таранова и, конечно же, наши замечательные гости. С дыханием природы вставай, вставай. Доброе утро, Казахстан! Мы просыпаемся, и тоже мы просыпаемся в нашем шоу, потому что мы были сонные. Ну, у тебя что, немножечко проснулись? Да, сейчас будем будить Азалию, и все будет замечательно. Азалия, сегодня тема нашего эфира – это образы амплуа в шоу-бизнесе. Вот когда, даже вот возьмем, артист начинает петь, да, и если его продюсер берет под свое крыло, продюсер ему составляет образ. Вот ты должен быть таким, вот ты должен быть таким. У вас как было это? Нежным, красивым, верским, как-то это. У вас как с этим было? Вы с продюсером работаете или вы сами? Нет, я всегда работала самостоятельно. У меня нет ни продюсера, ни наставника. Замечательно. Я как-то сама всегда придумывала, сама. Ага. Ну, изначально, изначально я обращалась к людям. Так. И люди как-то уже продвигали, да? Не то, что продвигали, нет. Помогали, да, вам? Да, ну, как-то подсказывали. Подсказывали. Ну, извините, вот вы пришли, да, хотите петь, вы не знаете, с чего начать, как это сделать. Естественно, у меня тоже нет непрофессионального взгляда. Естественно, я не знаю, что это, как. В общем, получается так. Вот. Ну, вот я хотела спросить, ну, все-таки вот у нас была тема, как ты смеешься. Женя, ты запинаешься с утра. Давай. Я просто вот хотел спросить у вас в зале, а бывало, вот когда вы начинали только петь, бывало то, что вы хотели быть, я не знаю, там, рок-певицей или все-таки более меланхоличные песни? Что ты смеешься? Мне вообще нравится разная музыка. И конкретно я не могла определиться изначально. Вот. Но все-таки, вот у нас как-то была тема, как, вот я пришла петь, вот я хочу петь, и что мне сделать для этого? Найти продюсера, я не знаю, записать песню, купить ее? Вот что нужно сделать для того, чтобы стать настоящей звездой, стать певицей, да, вот как? Мы хотим ваш опыт послушать, как это было у вас. Ну да, я пришла в шоу-бизнес. Я пришла просто в шоу-бизнес. Я пришла просто в шоу-бизнес, да? Я пришла. Здравствуйте. Прошу любить и жаловать. Нет. Конечно, я не знала, какую песню, какая песня мне подойдет. Я пела восточные песни, R&B. Вау, это же такое было? Да, было такое вообще. Первый опыт у меня был, я столкнулась, у меня направление было R&B. Как Иоанна, да? Об этом я вспоминать не хочу, потому что это было, конечно, вообще… Это был плачевный опыт? Это вообще плачевный был опыт. Мне ужасно, самой даже иногда смешно. Вот. Ну, здесь я просто немножко положилась на знакомого мне человека. На тот момент мне казалось, что он профессионал, он в шоу-бизнесе уже не первый год. Ну, так получилось, что он немножко… Промахнулся. Промахнулся. Вот этот проект прогорел. Прогорел. А когда вы поняли это? Спустя какое время уже? Я поняла, ну, после первого клипа, когда все отснялось, когда все засняли, в общем, записали песни, да, и я посмотрела, посмотрела, думаю, что-то не то. Не ваше, да? Что-то совсем не мое, думаю. Так. Во-первых, не для менталитета нашего. Во-вторых, ну, это не мой характер. Угу. Думаю, странно. Зачем? Вот, смотря на вас, вы такая нежная, хрупкая, вот, девушка. Вам нужно такие вот мелодичные какие-то песни петь, лирические какие-то, да? Но никак там не… Ну, да, никак, никак. Это я с вами согласна полностью. Угу. А что произошло дальше? Дальше? Я снова. Искала. Пришли в шоу-бизнес. Снова пришла, да, такая… Нет, ну, это шутки, вообще… Вспоминать, конечно, мне тоже нелегко, потому что я, ну, была разочарована во многом. И я очень серьезно отнеслась к этому. Ну, к сожалению, люди так нечестно поступили. Угу. Затем я посоветовала еще с одним человеком. Не побоялись? Не побоялась. Ну, я, знаете, такой человек, у меня такой характер, я никогда… неправильно скажу, не то чтобы не обижаюсь, я хочу верить людям. Доверяю. Я доверяю. Я доверяю. Я очень доверчива. Я доверяю. Ну, к сожалению, вот как-то на те же грабли наступая, наступая. Ну, это, видимо, девушка должна дойти, вырасти до какого-то уровня, что ли, чтобы не иметь те же самые грабли, как украшения. Нет. Вот. Слава Богу, сейчас я уже все это поняла. Просто, мне кажется, повзрослела уже… Повзрослела. Конечно, тогда я была молодая. Посмотрела другим взглядом вообще на этот шоу-бизнес, да? Да, да, да. Как, что ни для кого не секрет, что для того, чтобы зарабатывать на этом, нужно петь какие-то определенные композиции и так далее и тому подобное. Мне кажется, те, кто сейчас снимает такие вот безбашенные клипы, как Project Zenit, допустим, да, они не настроены на то, что заработать, да, потому что они понимают, что… Ну, я думаю, да. Для кого-то это хобби, скорее просто. Да. А для кого-то это работа. А для кого-то это на самом деле работа. Работа и профессия. Знаете, это же огромный труд. Во-первых, это расход большой, это снять клипы, это записать песни, это та же самая одежда, та же самая ротация. Это очень огромные деньги. Поэтому для меня это не хобби, это совсем не хобби, это для меня очень серьезное дело. Просто, к сожалению, ну, вообще изначально я… Мне нужно было просто обратиться на самом деле к какому-нибудь хорошему продюсеру. Действительно профессионал. Но просто, опять-таки, я просто немножко побоялась. У меня были возможности, но я, ну, не знаю, как-то… Я вот всегда была самостоятельной. И хотелось бы… Хотелось бы сама сказать. Вот я сама смогла… Да, сама что-то добиться, достигнуть. И я обычно… Ну, я человек целеустремленный. Обычно я иду так, напролом и все, да, как бы там ни было. Ну, со вторым клипом получилось вот так. Рассказывать дальше. Ага, давайте. Я вот обратилась опять к этому человеку, не буду называть имена. Зачем? Вот. Он помог вам все-таки? Он… Он мне подсказал, мне посоветовал. Подсказал так. Нужно петь направление поп-рока. Потому что это фирма. Это вот… Это вот… Это вот… Это вот твое. Я знаю. Ты сможешь, у тебя получится. Я такая… Да. Ммм… Хорошо, попробую. Ну, я пришла на студию. Я услышала песню, на которой у меня был снят клип. Первый – это «Шангуль» на казахском языке. Композитор… Композитором является Паша Ли. Угу. Меня эта песня очень тронула, если скажу вам честно. То есть, не песня, а музыка. Я, послушав музыку, тут же где-то промелькнуло у меня в голове. Я, в принципе, примерно поняла, о чем можно спеть. Я как-то, ну, не любитель… Вообще, в то время я не думала о любви, там, не хотелось бы что-то о жизни спеть. Вот. И придя домой, я как-то… Придумала… Песню? Нет, не то чтобы песню, а смысл песни. Ага. Смысл песни. Ну, я… Я не поэт, я не могу писать. Вот. Посоветовавшись с автором, мы уже поняли четко, о чем это будет в песне. Вот. Вот. Сняли на эту, на эту песню клип. Ага. Вот. Ну… И тут вы поняли, что тоже не ваша? Не совсем. Не совсем? Не совсем. Тоже не нашли, понимаешь? Тебя. Да, не совсем. Здесь песня, это моя. А, она… Вы ее прочувствовали? Да. Да, это песня моя. Все. Мне она очень самой даже понравилась. Ага. Ну… С клипом как-то не так получилось. Что-то не то пошло, да? Да. Я вот обратилась опять. Ник профессион. С чем закончилась третья попытка ваша, да? Ну, третья попытка, я думаю, в принципе, было, ну, нормально. Нормально. Подождите, не рассказывайте. Вот насчет третьей попытки мы поговорим сразу же. Следующая студия. Пока что клип на лучшем музыкальном. Мы вернемся вновь, потому что здесь рождение новой звезды, да, все по-новому, все… Ну, совсем новое. Не совсем новое. Не совсем новое. Не совсем новое, но… Новым амплуа, наверное. Новым амплуа, друзья мои. Поэтому просыпайтесь вместе с нами. Всем доброго утра. Так вот, говорим мы сегодня о третьей попытке. Вот две неудачные были, и мне кажется, не целеустремленным быть человеком, все-таки опустил руки и сказал, слушайте, ну это реально, действительно, все, уже не мое весь этот шоу-бизнес, да ну его нафиг, засуньте его себе куда-нибудь подальше. А Залия все-таки пошла дальше. А ты нет, понимаешь? Да, конечно, было немало пролитых слез в подушку. Естественно, было нелегко, было сложно. Я много, много, я много думала, думала, может, это на самом деле не мое, но думаю, нет, нет. Во-первых, жаль потраченное время, жаль потраченное, все-все-все. Ну и денег-то немаленькие ушли, давайте говорить об этом. Конечно, и денег немало ушло. Третья попытка была у нас дуэт с Парвизом Назаровым. Да. Уже серьезнее. Тоже в поп-роковом стиле. Это уже серьезнее. Подчеркнул. Это уже на ступеньку выше. Это уже на ступеньку выше, да. Вот, попробовала с Парвизом. В принципе, получилось все хорошо. Все хорошо, мне все понравилось. Но. Но. Опять но. После проделанной всей работы, я так посидев, подумав, подумав, поняла, что мне нужно по характеру, чего конкретно я хочу. Дело в том, что до этого люди что-то мне навязывали. И я, может быть, поэтому не могла раскрыться. Может быть, поэтому я чувствовала, что это не мое, поэтому мне не хотелось. Мне кажется, ты шла просто у них на поводу и думала, ну вот, мне не профессионалы, все-таки они-то получше знают меня, потому что я только вхожу в этот шоу-бизнес. А здесь ты просто доверила своим чувствам, своему сердцу. А здесь ты доверила своему чувству, да. И к чему все-таки пришли? Чего вам не хватало? Что? Расскажите нам эту тайну. Ну, мне не хватало женственности. Женственности? Да. Я поняла все, обдумав по характеру. Как я могу подать? Как я могу себя показать? По характеру? Я очень женственная. Мы видели. Вы заметили. Еще это связано, наверное, в том, что я выросла. Я уже стала более взрослой, более зрелой. Более зрелой. Более зрелой такая, так сказала. И все сейчас такие подумали, что в Зале 45 лет. На самом деле, да, я видел последний клип о Зале, вот у нас, который крутится на Музане, но вы там такая истинная леди. Ну да. Здесь я хотела подать, ну не знаю, изящество, женственность, лоск, вот это. Да. Все там есть. Крация, что ли. Как-то хотелось так, не перегибать палку. То есть я никакой вульгарности хотелось сделать просто стильно, красиво. И со вкусом. Да, со вкусом. А в каком образе все-таки лучше? В последнем? Все-таки, да, в последнем. Все-таки, когда женственная, красивая, вот всю свою красоту это показать, а не плясать под гитару. Да, да, да. Кто был автором слов данной композиции? Автором слов был Бахэтшан, очень хороший парень, он пишет многим. Казахстанским артистам, да? Казахстанским артистам, да. Композитором являлся также Паша. А вы сразу влюбились в эту песню? Сразу. Сразу, да? А как вы выбираете свою песню? Вы прочувствуете ее? Пришел, увидел и все, сразу она зацепилась. Нет, нет, мы с Пашей уже давно дружим. Мы обговариваем вместе, он где-то накидывает музыку, я прихожу, слушаю и чувствую, мое или не мое. А бывало такое, что послушали и нет, Паш, что это не мое? Нет, конечно, конечно, бывало. Такое тоже бывает, да? Да, такое тоже бывает. А в будущем с кем будет дуэт? Дуэт. Планируете с кем? Вообще, да, планирую, но это пока в тайне. Хорошо. Хорошо. А кто из наших отечественных артистов вам больше по духу может быть близок? Близок. В детстве, да? Мне нравилась всегда Дельнаса Ахмадьева. Я вот как-то вот обожаю ее, я ее с песен слушаю вообще. Дельнаса шикарная. Шикарная вообще. Вы с ней не знакомы? Нет, мы с ней близко не знакомы. Не знакомы, да? Угу. Ну, все-таки вот, а какая аудитория твоя? Это огромные концерты, огромные стадионы или все-таки ты так же себя чувствуешь, когда вот сидят там, я не знаю, в комнате там 30-40 человек? Ну, банкеты, не банкеты. Везде комфортно. Везде комфортно? Конечно, везде комфортно, особенно где-то, конечно, на стадионе, на площади, ну, это вот, вот это вообще шикарно. Где есть энергетика людей, да? Да, это энергетика, где много-много людей, где, ну, в принципе, везде хорошо, всегда все нравится, даже если будет сидеть один человек, я приеду петь одному человеку, это тоже, это очень даже. Все равно хоть один человек, но энергетику свою отдаст. Взамен. Конечно. Я знаю, что ты на очень много килограмм похудела, как это ты делала, мы оставим на десерт. А пока что клип на лучшем музыкальном, друзья, просыпайтесь этим утром. Доброе утро, Казахстан. Все мы уже проснулись, это точно, я знаю. И Женька сказала, что мы узнаем все-таки, как Азалия похудела. Секрет. Ты говорила мне, что 67 килограмм. 68. 68, Жень. Я вот сейчас на тебя смотрю, и вот я просто в невдоумении, как, как такая вот меня отменная девочка. Это была цель похудеть? Конечно, это была цель. Но 68 это не 150. Это, подожди. Нет, для меня это было очень много. Это очень много, на самом деле. Да. А еще учитывать то, что камера полнита. Ну, если ты… Скажи, ну, а как у тебя получилось так набрать вот эти килограммы? Ну, ела на ночь? Нет. Не ела. Ты будешь бармак перед снова влетала? Нет. Нет. Ну, вообще, я сама склонна к полноте. Я всегда была такой бабушкой. Я и в детстве в школе всегда такая пухленькая была. Меня даже обзывали часто разными кличками. Вот. И мне всегда это напрягало. Мне всегда не нравилось, что я такая полная. Хотя мне всегда говорили, ты такая пухленькая. Я так за щеки вижу. Да, да, да. И где-то внутри заседала. Внутри, да, конечно, заседала. Я всегда думала, нет, не хочу, не хочу. А тут я стала заниматься творческой карьерой. Я со стороны посмотрела на себя и подумала… Надо что-то менять. Нужно меняться. Народ же смотрит. Все-таки вы за то, чтобы в шоу-бизнесе были красивые люди? Конечно. Девушки в особенности должны быть всегда при фигуре, красивые. Я думаю, это немаловажно. Это даже в первую очередь это внешний вид. Но как все-таки, с чего ты начала? Я пошла в тренажерный сад. За какое время ты похудела? Сколько, получается, ты скинула? Где-то за полгода я похудела. Шесть месяцев 18 килограмм? Да, шесть месяцев 18 килограмм сбросила. Это нужно ничего не есть? Нет, нет, это неправильно. Я ела 5-6 раз в день. Я питалась правильно. Но у меня все было поздно. Ну, поздная еда была. То есть это куриная грудинка. Овощи, да? Овощи, да. И спорт, спорт, спорт. Я прям вот усердно занималась. Сушка была и все такое. В общем прошла через стадии. Пресс был? Пресс был. Все, тогда сушка даром не прошла, да? А после вот какого времени вы уже начали замечать, что вы сбрасываете? Первый месяц или неделю уже первая? Так, если не соврать, это где-то около месяца, наверное, прошло. И вы посмотрели на весы и все, а сзалия я иду дальше? Нет, на весы я не смотрю. Не смотрит? Потому что я же качаюсь еще при всем, при этом мышцы. Ага. Ну извините, если я похудею, я живушка. И все, да? Да, это все. Это же нужно заниматься, это же нужно качаться, это нужно поддерживать, это нужно, чтобы все-все-все как бы было крепко и красиво. Можно было подругать, да? А упруго все было. Естественно, поэтому на весы я не смотрю, не смотрела никогда. И тогда мне мой личный инструктор сразу мне сказала, а зале на весы не смотри никогда, если ты занимаешься в тренажерном зале, потому что мы качаемся. Вот. Я это поняла по одежде. Весь мой гардероб. Сменился. Все. Вот не поверьте, мне даже нечего было одеть. Я такая, собираюсь как-то на мероприятие вечером. Открываю, смотрю. Одену в одном платье, второе в платье. В общем, все висит. И я такая злая. И вот не пошла она в мероприятие. Серьезно? Ничего себе. Не пошла, да. С одной стороны хорошо, но все. С одной стороны хорошо, но я просто не успела прикупиться. Я ж не думала, что у меня вечерний весь мой наряд будет на мне висеть. А правда говорят, что стоит лишь довести свое тело, да, вот до такого совершенства где-то, а потом просто поддерживать. А потом, да, это легче. Изначально, конечно, сложно, тяжело попотеть, потому что, ну, правда, вот были нервы, конечно, сдавали, потому что, ну, человек всегда жил и жил спокойно. И тут раз и… Срывалась? Нет, не срывалась. Не срывалась. Я бывала, да, вот. Хочу есть. Подхожу, открываю холодильник и стою, смотрю, смотрю, потом думаю, а зале, если ты сейчас это съешь, ты не добьешься своей цели никогда. Все. Закрывая холодильник. Ну, как-то второй голос. Да, да, да. И на неделю, да? Закрыла и на неделю. Да, и на неделю. Не, ну, как-то дома еще понимали меня. Ну, я постоянно в разъездах где-то по работе, целыми я не бываю дома. Дома едят, когда меня нет. Вот это хорошо. Очень хорошо. Дома. Перед моим приходом они… Все прячут. Все-все-все-все. В шкафах все конфетки. Не то, чтобы прячут, они открывают форточки, там окна, чтобы запах весь ушел. Изначально было так, да, было сложно, я тяжело переносила, конечно. А потом я уже привыкла, я уже привыкла. И мне… я садилась вместе за стол со своими родными, они едят свою еду, я ем свою. И все прекрасно. А вот сейчас? Сейчас ты можешь себе позволить какие-то вкусности, тирамису, там чизкейки, еще что-то? Тирамису не… Так уже время-то прошло сколько. Ну, я боюсь. Нет, я ем, конечно. Ем в ресторан, ну, в ресторанах еду только такую, чтобы не было ни жирности, ни там, ничего такого. Я даже прошу иногда, когда что-то заказываю, всегда говорю, пожалуйста, принесите мне без соли, без того, без всего, без этого. Акцент говорит, хорошо. 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 Посмотрите, хорошо. И понимаю. А еду вот дома вы себе сами готовите? Конечно. Сами. Вы любите готовить? Я очень любила раньше готовить, но сейчас, так как я, ну, я не замужняя, мне в принципе ухаживать не за кем. Сейчас все еще на Казахстане, смотрите. Гречечку заварили, да? Да, гречечку запарила, курицу, грудинку… Отварили? Отварила. И все, и можно спокойненько, да? Салат, огурцы, помидоры, свежие овощи, все. А вот у вас… Нет, я еще делаю рыбу, там, форель, там… На пару? Нет, в духовке. В духовке? Ну, нету такого, чтобы с маслом, вот это вот все. Нет, масла я вообще никакое не добавляю. Маусаки же. Маусаки, да. Маусаки, да. Ну, а вот смотрите, вы сказали, что у вас вот такой очень активный, да, рабочий день. Когда-нибудь устаете? Бывает такое, что приходите домой и все, падаете, ну, вот, так пластом лежите. Ну, если честно, у меня бывает всегда такое. Всегда? Всегда, да. Не одни мы такие вещи. Я просто еду в бассейн к себе, плаваю, поплаваю, и все, вот вся усталость как-то выходит. Ну, смотря во сколько, конечно, я приезжаю. Если я приезжаю ночью, то я ложусь спать без задних ног, просыпаюсь, будильник, все, как положено, да. Ну, а вот, блин, забыл, что хотел спросить. А что ты хочешь про это? Может быть, мы просто, ты хотела клип объявить? Наверное, давай посмотрим, все-таки я вспомню. Пока Сережа что-то ищет интересное, мы с Азалем продолжаем наш разговор. Но все-таки сейчас какие есть цели, может быть, ставишь на себе какие, как дальше будет складываться продвижение, и что нас ждет? Ну, конечно, я сейчас не останавливаюсь на достигнутом. У меня много планов на весну. На Новый год мы поработаем хорошенечко. Хорошенечко нужно поработать, заработать. На новый клип, да? А весной мы будем показывать новые клипы. Замечательно. Новые песни, есть еще кое-какие планы. Это встание. Ага. Но все-таки нам что-то нужно ждать грандиозного. Конечно, конечно. Все, замечательно. Обязательно. Есть у нас социальный вопрос, на которые ты должна отвечать незамедлительно и выбирать один из двух вариантов. Давай. Быстро очень. Готово? Готово. Утро-ночь? Ночь. Баран-собака? Собака. А можно? Хорошо. Голубой-розовый? Розовый. Маленький-большой? Большой. Толстый. Добро-зло? Добро-зло? Добро. Леонтий Зверев? Леонтиев. Музон это? Лучше музыкально. Позитив-кипиш? Серж. Радио-ТВ? Быстро-быстро. Радио или ТВ? ТВ. Собака-радио. Другой. Другой. Я хотела сказать. Дельнац-падемия Махмала Субекова? Ну, как спросить. Ясный Дельна. Лагман или Хаза? Ни той, ни другой. Грудки. Грудки, куриные. Грудки, куриные. Баран, собака. Вот есть домашние животные, кстати? У меня есть котенок. Котенок? Да. Маленький котенок. Как зовут котенок? Пушок. Пушок. Пушистик. Все-таки название придумаю, да? Пушок, барс, парсик. Пушистик. Он просто очень такой пушистый у меня. А собачек не любите? Ну, я собачек… Некогда, наверное, ухаживать. Нет, я собачек люблю. Ну, я считаю, если я жила в частном доме, я бы, наверное, приобрела, конечно. Ну, я живу… В квартире. В квартире, да. И как-то… А потом нужно ухаживать же. За моим котенком могут племянники по ухаживаешься. А вот за собакой как-то я боюсь, что не каждый может… Не доглядят. Не доглядят. А кто тебя, кстати, одевает? Есть у тебя стилисты или ты полагаешься на свой вкус? Кто красит? Я сама делаю себе макияж. Я сама себя одеваю, но на какие-то сценические образы у меня есть, да, стилист, замечательная девушка, Льюша. Ей привет. Я очень ей благодарна. Привет. А, мне туда? Да. Я такая туда не пойму. Привет, Льюша. В общем, так. А так в основном сама, да? В основном, да, сама. Просто полагаешься на свой вкус. Ну, а вот больше вам какой образ лучше? Какой-то спортивный, какой-то стильный, женственный? Или вот в повседневной жизни вы надеваете кепку, очки и все? Да, да. В повседневной жизни у меня джинсы рванные. Джинсы рванные. Как элеганты, да? Да. Бейсболку, очки. Какая уж, как и шо. Все. Ну, так удобнее, знаете, так удобнее. Так удобнее, да, на самом деле. Да, так удобнее. А машину водите? Конечно. Так. Ну, а когда научились водить? Давно водите? Ой, машину я научилась водить где-то в одиннадцатом. В одиннадцатом. Да, заканчивала десятым, ну, может быть, в одиннадцатом классе, потому что стала водить машину. Круто. Вот как наш мужчина относится к девушке за рулем? Ну, я вообще ужасно вожу. Я шумахер. Да? Не скажешь, по-моему. Я ужасно люблю скорость. И вообще, я даже люблю парней, которые водят быстро. Я не терплю вообще, когда медленно едут. Ага. Я сама, не знаю, вот мой минус самый большой, когда у меня была первая машина, даже у меня мои друзья всегда говорили, ух ты, обезьяна с гранатой. Знаете, ну, все мои знакомые, все мои близкие, они прям убивают меня. Ну, не знаю, я вот люблю скорость и все, вот я так со скоростью. А бывает такое, что за рулем ругаетесь? Нет. Там вот кто-то подрезал, вы там эй. Я никогда не ругаюсь. Во-первых, нервы тратить в пришний раз. А потом я же не знаю там, что за человек. Подойдет, ударит. А вы можете заблокировать дверь и все замечательные. А вдруг он мне стекло мое выйдет. Нет, я сама по себе не люблю ругаться на дорогах. Но это я считаю, что это как-то нет. Я могу показать язык. Да. Вот. Это по-доброму. Мне кажется, когда ты там человек разъяренный, злой, когда ты ему показываешь язык, ему ничего не остается сделать. Я показываю язык и все нормально. И все нормально. И нормально, да? Да, и нормально. Ну что ж, Азалия, спасибо большое, что этим утром вы проснулись, что вы сегодня добрались к нам, да? В прекрасном виде, в прекрасном состоянии. В настроении. В настроении. Еще. Вот эта третья камера, я думаю, что прямо сейчас вы можете обратиться к своим поклонникам, к своим фанатам, телевидителям. Доброе утро пожелать. Дорогие казахстанцы, с добрым утром вас. Просыпайтесь всегда с утра с позитивным настроением. И тогда все будет хорошо. Я думаю, что мы все заслуживаем хорошее настроение, улыбку. Главная улыбка. Когда будет улыбка, я думаю, будет все. Как говорится, а остальное все приложится, да? Приложится. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Радуйте нас. Спасибо вам. Радуйте нас новыми песнями, новыми клипами. Ну и конечно же, чтобы мы ваши клипы видели на телеканале Музон. Конечно. Как так? Все. Азалия нам пообещала и мы вам пообещали, что это утро вы проведете точно с позитивом. Но прямо сейчас после клипа мы с Сережкой вернемся вновь и конечно же подведем итоги. Клип. С дыханием природы вставай, вставай. Вот мы проснулись, разбудились, Женька опять чешет нос. Я не знаю, Жень, может у нее грибок какой-то на лице завелся. А у меня просто волосы попадают и я чушусь. Все-таки может грибок или волосы? Нет, я думаю, что без грибка мы обойдемся. Все-таки давай к косметологу нашему, нашему в гостях. Обойдемся без грибка. Но, друзья мои, вот мы сегодня поговорили на примере о зале и мы узнали, как все-таки найти своем плаву, что нужно пройти несколько этапов. У меня зачесался нос. Может все-таки перешел уже грибок. Я не знаю, что к Сережке перешло, но точно он зарядился хорошим настроением. Аккуратней перед бул, чтобы не вытекал у тебя. Жень. Слюньки бери. Друзья мои, вот сегодня мы все-таки поговорили о счастье, здоровье, голубого неба над головой. Чьи это слова, Жень? Сережка у меня уже просто сходит с ума. Да и впрочем, что уж Сережка. Я тоже вместе с ним схожу с ума. Вот ты не хочешь быть там, я не знаю, зеленоглазым, каким-нибудь брюнетом? Нет, я не хочу, Жень. Нет? Я все-таки чувствую себя замечательно в этом образе. Кстати, многие у меня спрашивают за мистические звуки. Многие у меня спрашивают, что у меня, а как я покрасил, точнее сделал цвет волос такой, но я всем говорю, что это мой цвет волос на самом деле. На самом деле ты покрасил, да? Нет, на самом деле это мой. Все свое? Все свое, даже губы. И даже зубы. Нет, мне кажется, у многих вопрос, зубы менял, ты вставлял? Мне, кстати, писали вконтакте. Пожалуйста, скажи, как ты отбелил зубы? Ребят, просто не пейте колу и все. Вот это, кстати, правильно. Не пейте колу, занимайтесь спортом и чистите два раза в день. Вот это залог здоровых зубов от Сержа Позитива. Ну что, друзья, мы с вами прощаемся, час у нас пролетел. Говорим мы все вам пока, точнее не пока, а уже до завтра, потому что завтра в полвосьмого мы встретимся с вами вновь для того, чтобы разбудить вас как-то, ну и, конечно же, зарядить вас хорошим настроением. До завтра! Вставай, с первыми лучами вставай, 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 вставай. С первыми лучами вставай, целовать не забывай, с дыханием природы вставай, вставай.